Желание моего сердца Давайте обратим наше внимание на 21 стих, потому что в этом стихе есть суть, которую хотел передать нам Иисус Христос. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что этим Он сказать, мы, наверное, все уже поняли. Если мы собираем тут наши сокровища, то мы хотим стать миллионерами, очень богатыми, кататься на Бугате, в Феррари, иметь дома крутые. То где наше сердце? Оно на земле. Но если мы собираем сокровища на небе, то наше сердце где будет? На небе. А что такое есть сокровище, которое на небе? Какое это сокровище? Наверное, доллар или рубль, может гривна? Нет. Сокровище небесное, которое мы собираем, это добрые наши дела. Это наши поступки, за которые мы вознаграждаемся, которые будут поставлены на весы. Извешиваясь ими, мы будем определены, куда мы пойдем. Второе место давайте прочитаем про юношу, который подошел к Иисусу. Это место записано и в той же книге от Матфея, 19 глава, 16 стиха по 24. И вот никто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Хороший вопрос задал юноша. Я думаю, каждый из нас задавался этим вопросом. И дальше мы получим на этот вопрос очень хороший ответ. «Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не преблюдействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает меня?» Мы видим, юноша соблюдал десять заповедей еще от юности. И вот детство, когда он еще маленьким был, он это все соблюдал. Он был хорошим, он не был хулиганом. Он был примерно верующим, какими мы должны быть. Но тут он понимает то, что этого всего недостаточно, чтобы получить жизнь вечную. И он задает ему вопрос, на который Иисус дал ему ответ. Продолжим читать. Иисус сказал ему, «Если же хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Мы видим сейчас, что есть сокровища на небесах. Это когда мы берем и собираем тут о себе сокровища, богатства, деньги. Нет. Это когда мы, если что-то имеем, мы идем и делимся с ближним. Тогда мы получим другие сокровища. Сокровища на небесах. Мы наполняем свои сокровищницы, которые, поверьте, есть у каждого там. Полная она у кого-то, а у кого-то вообще пустая. А знаете, почему она у кого-то пустая? А потому что есть люди жадные, они не могут чем-то поделиться с другими. Они богатые, но им жалко делиться богатством. А есть бедные, но они делятся и тем, что имеют. И такие люди удостаиваются жизни вечной. Считаем дальше. Услышав слово «сие», юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Видим, юноша был богатый, и как сейчас, богатому вот взять просто и раздать все свое имение. Но кто на такое способен? А Иисус Христос сказал ему, сделай так. Иисус же сказал ученикам своим, Истинно говорю вам, что трудному богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Я не знаю, если все знают, что это такое игольные уши. Это в Израиле, когда заходил там в город, то для верблюдов были отдельные ворота. Они были узкие очень, там были такие колючие, как иголки. Когда верблюд проходил, он вставал, как в копанной. Он туда не шел, его насильно туда протаскивали. Иисус говорит то, что легче, он много легче пройти верблюду через это, чем богатому пройти в Царство Небесное. Ну так что мы должны приобретать? Об этом мы прочитаем в притче, в притче 8 глава, с 1 стиха под 12. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах при дороге, на распутях. Она вызывает у ворот при входе в город, при входе в двери к вам, люди. Взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумно и благоразумною, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное из речения уст моих правда. Ибо истину произносит язык мой, и нечестие мерз для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Они все ясны для разумного и справедливы для предшествующих знаний. Примите, ученые мое, а не серебро лучше знания, нежели одобранное золото. Потому что мудрость лучше жемчиха, и ничто из жемчиха не сравнится с нею. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Мы должны приобретать мудрость, это дороже любого золота. Хотелось бы также прочитать из книги, притча, там оставлена очень интересная мысль, до которой мы должны бы прислужиться в наше внешнее время. Потому что сейчас мы сильно хотим быть богатыми и состоятельными, водить многими машинами, одним словом быть крутыми. Давайте вместе откроем притчу 23 главу с 4 стиха по 5. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Давайте в этой молитве будем просить Бога, чтобы мы оставили эти мысли и наполняли наши небесные сокровищницы небесным богатством. Там, где оно не исчезнет, там, где его не подкопает вор, там и не помоль, не ржа, не истребит его. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова